Всем привет, ребята, вы на канале CryptoCommons И сегодня мы обсудим с вами сенсационное пересечение двух скользящих на недельке Это 200-е и 50-е, то есть Death Cross, иными словами крест смерти на биткоине, которого еще никогда за всю историю не было Что это значит, чего нам теперь ожидать, бояться, продавать все или покупать еще больше Давайте вместе разбираться, если вам нравится криптоконтент, не забудьте поставить лайк и подписаться Поехали, смотрите, смотрите в чем фишка-то Технически Death Cross это медвежье пересечение, то есть это говорит нам о том, что все плохо Посмотрите, эти две линии, они пересеклись первый раз за всю историю биткоина Вот здесь у меня тоже стоит стрелочка, но там они не пересеклись Здесь было просто максимальное сближение этих двух линий Но посмотрите, мы начали чуть раньше расти и не произошло Death Cross И, собственно, начался бычий рынок, который привел к мульти-иксам, ребята, просто мульти-иксам И посмотрите, что происходит сейчас Эти две линии все-таки пересеклись Технически это медвежий знак, который говорит нам о том, что все плохо и мы идем вниз Потому что давайте взглянем, для примера, золото Давайте взглянем золото и посмотрим, где у нас были на нем такого рода Death Cross Вот у нас был Death Cross на золоте Я удалю свои все рисовалки Вот у нас был Death Cross на золоте После этого, как вы видите, продолжался медвежий рынок Но если вы посмотрите чуть повнимательней, то тот момент, где был Death Cross Находился у нас на цене вот здесь То есть цена, в принципе, оттуда до самого низа упала всего на 17,5% То есть, скажем так, этот индикатор То есть, скажем так, большая часть медвежьего движения уже была после того, как был Death Cross То есть этот индикатор является заторможенным Отстающим, иными словами Это надо тоже понимать Вот, сейчас, кстати, по золоту все пока прилично И если вы посмотрите так назад, то вы увидите, что да, вот здесь тоже был Death Cross на золоте И с золотом, на мой взгляд, даже корректнее сравнивать Но, опять же, оно не упало же не от Death Cross А от момента, где он был, то есть цена была вот здесь Опять же, оно упало на 25% Ну, вот было приличное падение еще после Death Cross С золотом правильнее сравнивать биток Все-таки ввиду его дефляционной модели и накопительных характеристик средств сбережения Поэтому, смотрите, можно, конечно, с S&P еще сравнить Что было по S&P во времена Death Cross Тоже посмотрите, вот у S&P был, можно сказать, медвежий рынок Вот здесь и здесь Но, опять же, где происходил Death Cross? Да он происходил уже вот на локальном дне После которого был сначала Pump на 20 с чем-то процентов А потом Dump еще оттуда же, ну да, на 20% То же самое вы можете сказать и здесь Опять же, где было пересечение? Да вот здесь, практически на самом дне Еще один закол и начался бычий рынок Поэтому, показываю вам еще раз С точки зрения того, что эти линии максимально сближены Посмотрите, что было здесь После того, как эти линии были настолько максимально сближены, ребята Биткоин улетел на 7500 процентов А если смотреть сейчас, то еще больше На 10 тысяч процентов А на пике вообще на 30 тысяч процентов без малого С другой стороны С другой стороны Причем буквально дословно с другой стороны Находилась цена в этот раз Посмотрите здесь Здесь мы удерживали 200 мувинг, да, желтую линию Как поддержку Посмотрите, то есть цена Все это время находилась сверху Сейчас же у нас случай уникальный Цена впервые за всю историю пробилась ниже 200 мувинга Отретестила его здесь как сопротивление И долгое время находится под ним Сейчас мы снова повторно отретестили его как сопротивление Обратите внимание И отверглись от него и идем вниз В коррекцию Соответственно, ситуация другая То есть сейчас эти мувинги выступают у нас уже не как поддержки Да, как было в предыдущих циклах А как сопротивление Но есть еще тот факт, что биткоин Становится более зрелый актив В долгосроке И, соответственно, его возвраты уменьшаются Да, и волатильность спадает То есть в долгу его график выглядит как бы вот так Да, в такой логарифмической регрессии Поэтому сейчас многие рассматривают Также 300 мувинг Как потенциальный уровень поддержки Посмотрите, ведь здесь В коронадампе мы отскочили именно от него Да, мы телами свеч закрепились выше 200-го Но тенями опускались до 300-го Здесь что произошло? Посмотрите, мы снова Долгое время удерживали 300-й мувинг И ненадолго провалились под него Отретестили как сопротивление Нарисовали двойное дно И пошли наверх снова к 200-му мувингу То есть сейчас по биткоину Наверное, стоит ориентироваться на 300-й мувинг Как на ультимативную поддержку Нежели на 200-й, как мы это делали в прошлом Теперь смотрите самое интересное, друзья Но что у нас происходит на эфире? Есть ли там Death Cross? Давайте посмотрим и увидим, что нету Ребята, отключаем 300-ку Ну хотя, кстати, 300-ка на эфире тоже Посмотрите, как важно отработало вот здесь и вот здесь Но тем не менее Death Cross на эфире нету И это не факт, кстати, что он не будет еще Ребята, будьте осторожны С эфиром он, конечно, объективно очень сильно перекуплен Даже по сравнению с биткоином и со многими альткоинами Вот, ну и опять же, это не мешает ему идти наверх На эфире нет Death Cross А если мы посмотрим Total, то есть капитализацию всего крипторынка То вы увидите, что мы здесь помимо того, что удержали действительно 78-ю Fibonacci В отличие от биткоина, который сильнее пролили То здесь также и близко никаким Death Cross не пахнет Посмотрите По Total мы удержали четко 300-й мувинг И уже отскочили и удерживаем 200-й А Total 2 – это капитализация всего крипторынка без биткоина То есть эфир и альткоины Тут вообще интересная ситуация Посмотрите, тут был единственный Death Cross вот здесь Но он был настолько ложный Что мы даже в коррекцию не ушли после него Мы после него просто выросли на 2000% Поэтому, ребята, я вам еще раз хочу сказать, что Ну Total 3 еще даже не сформировался Ну тоже близко нет Death Cross Поэтому, ребята, я вам еще раз хочу сказать, что Death Cross на биткоине является ничем иным, как Сильно запаздывающим индикатором на недельном таймфрейме Вот, и теперь, если уж говорить про... Вот, и конечно же, в долгу он нам говорит о чем-то Он говорит о том, что тренд ослабевает И, возможно, вероятно, скоро будет длительный медвежий рынок Или там какой-то флэт, не знаю Ну, не такие уже сильные бычьи импульсы Но это не помешает, скажем Это также не помешает битку сделать, например, сейчас перехай Или еще один бычий рынок И потом уйти в какую-то долгую уже консолидацию и накопление Не знаю, это все абсолютно нормально Потому что это может оказаться просто ложный Death Cross И потом уже появится второй Death Cross После которого мы действительно пойдем вниз Поэтому сейчас я бы рассматривал это наоборот Как панику, которую сеют специально, чтобы вы продали Опять же, почитайте новости, которые сейчас везде Посмотрите ньюсблок крипты, который мы вчера выпустили Глава сек борется с криптой, как, я не знаю, пчелы против меда Ну и вот, да, собственно, все пошло наверх Продолжаю держать свои позиции Локальные на Bybit Напоминаю, что на Bybit сейчас идет удачный трейдинг По ссылке из описания переходите, нажимайте И крутите колесо, получайте призы в USDT Ну и вот, собственно, все, да, пошло наверх Как раз то, о чем мы с вами и говорим Смотрите, Dash, нифига себе, уже 70 Сходил, потрогал Короче, буду дальше локально это дело отторговывать Дисклеймер, не финансовый совет О, на BitGate тоже Long пошел в плюс Я пока в биткоин чисто перелился Напоминаю, что на BitGate тоже идет соревнование CryptoCommons 10 дней осталось до окончания Торопитесь успеть по ссылке из описания Вступайте к нам в телегу обязательно Там все нужные апдейты Ставьте лайк, если вам заходит криптоконтент Подписывайтесь на канал, если вы у нас новенький Всем профитролей И до встречи в следующем стриме Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok